Мэра Анапы встречают в рабочей обстановке. Открытие стационара в Джигинке ждали с нетерпением. Лицензия получена, а потому откладывать прием первых пациентов причин нет. Сергей Павлович сам воспользовался доступной медицинской помощью. Доступной она стала и для трех тысяч сельских жителей. А потому благодарность Сергею Сергееву за исполненный наказ людей искренне. Спасибо вам. А вы здесь живете, да? Да. А раньше как вы это все делали? А раньше было, выходили на автобус, ехали на дневной стационар. Потом дождь, ветер, откапались, выходили на улицу, ловили или попутку, или маршрутку и ехали обратно. А сейчас красота. Все здесь так, как надо. Компактное, аккуратное здание, светлые кабинеты и палаты, необходимое оборудование. Две палаты на четверых пациентов будут работать в две смены. Процедурный кабинет просторный. Горячая вода есть? Да, у нас два водонагревателя и еще третий водонагреватель для процедурного... А что-то тут не хватает. Откажите. Обычно, когда пациент приходит давать кровь, пациент вот так ставит, пациент сюда садится и... Вот этого и не хватает. Я же ты сама рассказала. Не стурчик должен быть, а должно быть специальное кресло для сдачи крови. С подлокотниками, они сегодня есть. Но раз мы сделали новое здание, давайте будем. Львиная доля финансирования – полтора миллиона рублей от привлеченного городскими властями инвестора. Главный врач, хоть и молодой, но болеющий за дело руководитель. Глава Напа готов и дальше помогать, потому что виден результат. Вопрос стоял очень остро, поднимался он многократно, ежегодно, но из-за того, что на территории поликлинического отделения не хватало нам площадей, то Сергей Павлович нашел спонсора «Газпроминвест». И благодаря этим спонсорским возможностям мы построили дневной стационар. Третья участковая больница обслуживает население двух округов – Джигинского и Первомайского. Ни много ни мало – 15 тысяч человек. Но справляются, принимают молодых врачей по программе «Земский доктор». Сергей Сергеев просит врачей больше внимания оказывать маленьким пациентам. Как часы должна работать патронажная служба. Я в последнее время разговариваю, я и для вас рассказываю, и для них больше. Разговариваю с людьми, не специалист, но я знаю из своей молодости, что такое патронажная служба. У них у нас нет сейчас. Понимаете, вот натурально нет. Я, может быть, я хочу причину знать. Либо мы им не доплачиваем, да? Но ведь сестра должна хотя бы раз в неделю быть у новорожденного. Сельские врачи добросовестно патронируют семьи с новорожденными. Мы знаем членов семьи, спрашиваем. Вот день 2 прошло, и мы же едем. Мы спрашиваем, как у ваших маленьких делах. Если что-то не так, обязательно идем. Есть же и не благополучные сегодня. А эти массовые массовые комиссии созданы по благополучности. Вообще, это дружба за этим массовым. Развитие здравоохранения на селе всегда было одним из приоритетов в работе власти. Сегодня больше половины населения нашего муниципального образования – это жители именно сельских округов. В этом году планируется строительство сразу трех офисов врача общей практики в отдаленных населенных пунктах – хуторах Чекон, Рассвет и Усатого Балка.